По словам заместителя председателя регионального правительства Артема Никитина, инвестиционное развитие – основной приоритет в работе с наращиванием бюджета региона. Для этого нужна бизнес-активность. Чем больше у нас инвест-проектов, тем больше в регионе крупных предприятий, а значит появляются возможности для создания и развития новых социально важных проектов у нас в Рязанской области. Предлагаю посмотреть на статистику. В целом объем инвестиций в Рязанской области по сравнению с всей страной и ЦФО в 2022 году показала очень хорошую динамику. Ее же мы продолжили по итогам первого квартала 2023 года. Большие надежды правительство возлагает на индустриальный парк Рязанский, где будут размещены предприятия и организации. Сегодня соглашения заключены уже с 16 резидентами. Этот проект корпорации развития Рязанской области обошелся в 5 миллиардов рублей. По словам Артема Никитина, такие солидные госинвестиции начнут окупаться уже в ближайшие пять лет. Мы видим, что сумма налоговых отчислений только за 1,27 год составит 5,4 миллиарда рублей. Она будет постоянно расти. После доклада на брифинге Артем Никитин ответил на вопросы журналистов, подчеркнув, что индустриальный парк Рязанский будет полностью безопасен для экологии региона. Когда мы говорим про предприятия, которые размещаются в индустриальном парке Рязанский, это изначально предприятия, которые не выбрасывают никаких абсолютно выбросов в атмосферу. Мы сейчас можем даже по очереди пройти, разобрать каждого резидента и посмотреть, какие выбросы там могут происходить. Это центр открытых разработок, который есть у нас в индустриальном парке Рязанский. Печать плат. При печати плат ничего не происходит. Это, по сути, специальный принтер, который наносит специальные слои на специальные конструкции. Помимо того, что площадка обещает быть экологически безопасной, она также обеспечит рабочие места для 11 тысяч человек. Артем Никитин подчеркнул, что в регион активно привлекают инвесторов из других стран. Таких, например, как Индия. В условиях санкционного давления на Россию такое сотрудничество позволяет минимизировать ущерб для экономического развития региона.